Здравствуйте! Неделя подошла к концу и с вами вновь программа о главном и я Елена Астрахович. Сегодня в нашей программе вы увидите Смертельная жара. Кто находится в группе риска и как уберечься от теплового удара? Обманчивая статистика. Число ДТП уменьшается, зарплаты ВВП в стране растут, уровень жизни повышается. Почему в это сложно поверить? Переосновать государство Украина предлагает экс-вице-премьер Роман Бессмертный. Что это означает и к чему должно привести? Как стать хозяином в собственном доме? К чему обязывает собственность? И зачем заключать договор с ЖКС? За печатлеть и сохранить для потомков уходящую одесскую натуру в старинный двор на Молдаванке взялся киевский режиссер-документалист. Жарко, однако, выдалось первая неделя августа. Из-за высокой влажности и температуры на улицах просто нечем было дышать. Особенно тяжело переносили эту духоту пожилые люди сердечно-сосудистыми заболеваниями, а таких сегодня, пожалуй, большинство. В Татарбунарах прямо на пороге пенсионного фонда от остановки сердца умер мужчина, который пришел оформлять пенсию. По словам очевидцев, его тело 4 часа пролежало на жаре, пока не прибыли медики. О человеческом равнодушии и нашем неумении оказать первую помощь человеку, попавшему в беду, мы говорили в нашей прошлой программе. Но поскольку жара не собирается покидать наш регион в ближайшие недели, а экологи прогнозируют, что тропический климат для нашего региона по сути становится нормой, давайте послушаем, как специалисты советуют выживать в таких условиях. Днем в жаркую погоду на улицу лучше не выходить, говорит специалист. Рекомендовать все-таки ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в дневное время, это с 11 до 16-17 часов дня. Если пребывание на пляже, то это должно быть до 10 утра. Одежда должна быть свободная, из натуральных тканей по возможности. Если нет возможности находиться в закрытом помещении вентилируемом, то обязательно должен быть головной убор в виде панамы, зонтика, легкой шляпы. Любителям пляжного отдыха в жару следует также ограничить время пребывания у моря. Чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо пить как можно больше жидкости, рекомендует врач. Если нет рекомендаций лечащего врача в отношении каких-то питьевого режима, то употребление жидкости должно быть от полутора до трех литров. И все же главная опасность при высокой температуре воздуха – вероятность теплового удара. Его симптомы – головная боль, тошнота, головокружение, говорит специалист. Пострадавшему необходимо как можно быстрее оказать первую помощь и вызвать скорую. Такого человека нужно перенести в прохладное теневое место, по возможности постараться опустить голову, приподнять ножной конец. Если отмечается явление потери сознания, то можно использовать наш отель, но обязательно сразу же вызвать бригаду скорой помощи. Обеспечить доступ воздуха обязательно, расстегнуть одежду, чтобы не было сдавливающего, сжимающего эффекта. И сразу вызвать бригаду скорой помощи. Но главное – не оставайтесь равнодушными, если в ваших силах помочь и, возможно, спасти жизнь человека. Официальная статистика утверждает, что за последние 9 лет число аварий на украинских дорогах уменьшилось почти в 2,5 раза. Сократилось, согласно официальным данным, и статистика смертности на дорогах. 10 лет назад жертвами дорожных аварий якобы стали 9,5 тысяч украинцев, а уже в 2017 году меньше 2,5 тысяч граждан. За 6 месяцев текущего года в результате ДТП погибли более 1200 человек. Опять-таки по официальной статистике. Снижение числа погибших на дорогах не может не радовать. Но ежедневная лента новостей мне почему-то мешает в это полностью поверить. Предполагаю, что 10 лет назад в расчет все-таки брали и Донбасс, и Крым. Кроме того, 10 лет назад не оформляли ДТП по Европротоколу, который, возможно, сегодня статистикой не учитывается. Но, как бы там ни было, большинство ДТП сегодня происходит в Киеве и Одесской области. Причем значительная часть их по вине пьяных водителей. За первое полугодие более 2000 ДТП произошло по вине пьяных водителей. Это самые масштабные и кровавые аварии, отмечают в МВД. Беспечность шоферов под шофе забрала жизни 42 человек. В больницах по вине нетрезвых автомобилей оказались полтысячи украинцев. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, в Медницком полицейские провели эксперимент, результаты которого шокировали правоохранителей. Акстер в центре города с бутылкой пива имитировал признаки явного опьянения. Приставал к прохожим с разговорами, а после садился в свое авто и уезжал. За два часа, пока длился эксперимент, в полицию позвонил лишь один горожанин. Патрульные отметили, что разочарованы беспечностью и безразличием украинцев. Ведь именно их активность может сохранить жизни десятков сограждан. А в перспективе в целом изменить степень ответственности участников дорожного движения. Ну, хотя чего можно требовать от простого обывателя, если даже люди в погонах садятся за руль не то, что под шефы, а просто в дупль пьяными. На этой неделе героиней одного такого ДТП стала следователь Приморского районного отдела полиции Одессы. Сев пьяный за руль своего Ниссана, дама разбила припаркованный на обочине автомобиль на первой станции Люздорской дороги. Алкотестер показал наличие в ее крови 2,23 промилля алкоголя. Следователь, по словам очевидцев, на месте происшествия вела себя неадекватно. С выводами проверки на алкотестере не согласилась, в связи с чем направлена на дополнительное обследование. Относительно женщины полицейского составлены протоколы по двум статьям административного кодекса. Также проводится служебная проверка, сообщили в пресс-службе нацполиции. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудницы райотдела к дисциплинарной ответственности. Ну а теперь давайте обратимся к другим значимым событиям недели. Центр Разумкова совместно с Фондом демократические инициативы обнародовали на этой неделе результаты исследования, проведенного социологами в конце мая этого года. Согласно данным, более 62% респондентов считают, что украинский политический бомонд нуждается в срочном обновлении. Интересно, что пять лет назад, в 2013-м, видеть во власти новые лица хотели только 49% опрошены. Но вот вопрос, где их взять? По мнению одной трети респондентов, новых лидеров нужно искать в новых политсилах. По мнению другой трети – в старых. А еще треть полагает, что поиск нужно вести в активных общественных организациях или в кругах гуманитарной или технической интеллигенции. Как бы там ни было, но запрос на перемены в обществе давно назрел. И, на мой взгляд, это продиктовано прежде всего экономической и социальной ситуацией в Украине. И опять официальная статистика убеждает нас в том, что в стране, как на дрожжах увеличивается зарплата, повышаются соцстандарты, открываются предприятия и растет ВВП. Но вот беда. Мои глаза и кошелек почему-то убеждают меня в обратном. С 1 августа в Украине выросли тарифы на газ для промышленных потребителей, а это автоматически ведет за собой повышение розничных цен. При этом в УЗах массово сокращают ставки преподавателей из-за отсутствия госфинансирования в поликлиниках ставки врачей. На многих предприятиях месяцами задерживают выплаты зарплаты. Что говорить, если даже в армии из-за недостаточного денежного финансирования за последние полгода уволились более 11 тысяч военнослужащих, офицеров, контрактников, сержантов и еще 18 тысяч собираются увольняться. Об этом на этой неделе в письме к премьер-министру сообщил министр обороны Степан Полторак. Госказначейство, в свою очередь, обнародовало, что по состоянию на 1 августа на его счетах находится всего 1 миллиард 995 миллионов гривен. Для сравнения, год назад на 1 августа 2017 года на том же счете находилось 44 миллиарда с копейками. А, скажем, по состоянию на 1 марта 2014 года в Госказначействе лежало 3 миллиарда 590 миллионов гривен. И это при том, что, как все мы помним, Янукович из Межгория деньги вывозил КамАЗами. В общем, пока все не рухнуло, необходимо спасать страну, звучит из уст граждан и политиков. Свой план создания Великой Украины есть у Романа Бессмертного. Политик со стажем и в исполнительной власти. Роман Бессмертный был вице-премьер-министром Украины в 2005-2006 годах. Гость Одессы и нашей программы. Роман Петрович, я посчитала, что вы почти 10 лет как ушли из большой политики. Но не считая того, что последние несколько лет вы были активным участником минских переговоров. Вот скажите, что заставило вас, или может быть, кто заставил вас вернуться в большую политику? Причем вот сразу так и громко. Первое, это немечность нынешнего украинского политического руководства. Я чувствовал это в Минске, чувствовал это за эти больше как 4 лет развития нашей страны. И, по сути, есть прописные элементарные вещи, которые, правда, нужно было в этот период реализовывать. И когда я пометил, что это не делается, больше того, ситуация иногда так примитивно погрешивается. Это, в принципе, и штовхнуло меня на то, чтобы принять решение про балотирование. Потому что спостерегать за тем, что ты уже несколько раз забылся, потому что ты его не один раз выполнил. И параллельно спостерегать такое падение по крутому виражу створяет внутренний дискомфорт, который просто тебя мучает весь час. То есть за державу обидно, да, как говорили классики? Я бы где-то там высловивался этим словом тогда известного героя художественного фильма, что неприятно и образливо и за державу, и за людей, которые находятся в таких складных социальных условиях. Хорошо. Давайте тогда попробуем разобраться. Все-таки вы в Одессе выступали перед людьми. И вот по тем тезисам основным, которые вы излагали, меня знаете, что больше всего заинтересовало? Я ни от кого из политиков до нынешнего времени это не слышала. Что значит в вашем понятии переоснование государства, то, что вы предлагаете? Ну, по сути, мова идет про новые ориентиры, а ними має стати людина. И все институты державы мают быть кардинально изменены, и они не должны сами себя обслуговывать. Они должны работать на людину. Я вам приведу такие примеры. Мы весь час говорим про тарифы, про тарифную политику, но если вы посмотрите на то, что такое НКРЄ, которое занимается визначением тарифов, то вы там видите, ну, просто кричущее нерозумение, потому что вся эта структура створилась для того, чтобы организовывать диалог между продавцем и покупцем. Вот, верните внимание, покупец диктует на рынке цену, а не продавец, потому что у него гроши в руках. А вийшло так, чему-то НКРЄ визначает тариф. Не диалог между ними, я могу заплатить, а у меня столько это стоит. А чему-то третья сторона стала... Посредняя, которая... Абсолютно правильно. Его задача была всего-навсего организовать диалог между покупцем, тобто объединением покупцов, которые декларуют, мои доходы вот такие, я могу заплатить вот такую сумму. Ты, пожалуйста, покажи свою собевартость, какие ты тратишь затрати. Если бы они показали свою собевартость, вы там увидели базу отдыха, будинки культуры, рестораны. Материальная помощь, премии. Абсолютно правильно. Тоді стало зрозуміло, звідки берется цей тариф. Споживающий каже, я не буду це платить, тому що це не входить в затрати. А почему я должен оплачивать ваши лексусы? Если бы, опять-таки, если бы не было посредников. Абсолютно правильно. И це стосується багатьох... В фактично всіх інститутів вони існують як самодостатні структуры, і для них абсолютно все рівно. І продавати, і покупати. Роман Петрович, ну смотрите, то, що ви говорите, це основа любого демократического государства, в основі которого лежат прежде всего інтереси граждан. У нас, к сожалению, вже багато років, ще з советських времен, все це перевернуто. Та нет, декларирується именно так. Хорошо. І все-таки, почему для этого нужно переосновувати государство Україну? І как это вообще? Сьогоднішнього дня оно не существует? Мова йде про зміну, кардинальну зміну конституційних засад. Причому мова йде про абсолютно нові способы і принципи дороги до цієї конституції. Зміну концептуального підходу, виписання частини, яка стосується прав людини, тому що там багато речей, які виключно декларативні. Вони не можуть бути не те, що реалізовані, вони далекі від сьогоднішнього сучасного світу. І на той час деяких просто не існує. Ну у нас і медицина безплатна, і теж існує. Абсолютно правильно. От такі речі, як записані, там, наприклад, останнє, згадайте, там мережа медичних закладів не може скорочуватися. Тобто, якщо вони нічим не займаються, то вони не можуть скорочуватися. А створюватися, от умовно кажучи, оце все сміття викинули, побудували новий офіс. Це замінать, скорочення чи не скорочення. Звідси є проблема кардинального перегляду цієї частини, я вже не кажу інституційно. Ми часто жалкуємо на те, що там з Банкової йдуть одні команди, а з Грушевського інші. О, да. Задача, якби, створити єдиний центр виконавчої влади. Наступне – це тема місцевого самоврядування. Я постійно чую фразу «Київ нас не чує». Задача дуже проста. Оце ось там 80% насправді потреб людини складає та територія, на якій вона живе. Тому туди треба дати можливість ресурси і повноваження, які просто будуть забезпечувати людину. І в цьому, насправді, задум був ще реформи 2005 року. Задача, якби, реалізувати в ході цього перезаснування ці основи. Чому? Бо, наприклад, що останні роки показали? Йде, якби, маневри-маневри. В результаті старе вже не працює, нове ще не працює. Ну, так як зараз, скажімо, битва з корупцією. Прокуратура не має вже повноважень. Набу, НЗК і так далі не можуть війти, стати на ці рельси. І ситуація просто провалюється поступово. Ну, задача на глибинному рівні через... Тобто, і це все через Конституцію? Ці всі моменти? Очевидно, що мова йде не тільки змінити Конституцію, треба принципово змінити законодавство про адміністрацію, про уряд, про місцеве самоврядування, способи формування. При цьому, очевидно, що треба враховувати позицію через референдуми загальні, місцеві і так далі. Наше різноманіття людське – це наше багатство, це наша сила, а не слабкість. І от ми не можемо ніяк прийти до висновку, що кожна людина повинна дати право тому, хто знаходиться поруч, бути самим собою. Ну, і от ми, якби, задекларували цінність людини, але ми не хочемо... Тобто, кожен має право говорити на кожному різикі, а там висновлюємо. Подивитися так, як живуть там буквально західні наші сусіди. Ну, ми ж з вами абсолютно нормально спілкуємось, в російської, в української і так далі. І не обливаємо один одного кип'ятком і так далі. Ну, правда, не поставили на це таке діло. Але я і не збирався цього робити. Тобто, розумієте, мова йде про право як домінуючу річ. Тому що є таке поняття, як право право. Право громадянина. Абсолютно право. Це його право там... Тобто, це варіант, ну, ближе, наверное, також к швейцарському праву, наверное, де существует маса различних конторів. Я б його назвав просто виключно українським, тому що треба ще враховувати те середовище, в якому ми знаходимося. Зовнішньо-політичне. І ті інтереси, які спрямовані сюди. Тому що цей поєдинок безкінечний, ну, це приблизно от як розмова в Хельсінки, де Україна навіть в сінях не присутня. І що мене іноді вражає, а, власне, чому ми цікавимося, була там розмова про нас, чи не було. Може, краще взагалі не ставити ніяк питання. Якщо ти хочеш, щоб була, то ти робив все, щоб вона була. І досягай успіху. А не подслушивай под дверями, говорили? А при ситуації, коли ти не хочеш цього, а потім ще аж цікавиться, може там на ушко щось шикнули. Річ дуже небезпечна, бо без тебе можуть тебе заміж вийдати чи одружити. Це річ. Це так, без мене мене женили. Роман Петрович, ну, достатньо такі глобальні плани, судя, вот, знаєте, как в народі, в принципі, говорят, скажи мені, хто твой друг, і я скажу, хто ти. Вот з кем ви збираєте їх реалізовувати? Хто ваші друзі, хто ваша команда сьогодні? Я не випадково починаю з того, що ми збираємо еліту, розум кожного міста, кожного регіону і так далі. Ми повинні в кінці кінців зрозуміти, що ми повинні не тільки бути розумними через людей, ми повинні бути мудрими. Мій дід казав, що розумний завжди думає, як вискочити з неприємної ситуації, а мудрий в неї не попадає. Нам треба просто зрозуміти... Ну, ми вже попали, ми вже в ситуацію. Або ми весь час ходимо у приймах у когось, і тоді наша роль вторинна. Річ дуже небезпечна з усіх абсолютно точок зору. Тому що та позиція, яку декларую я, дозволяє Одесі бути Одесою, Львову бути Львовом, Харкову бути Харковом. Якщо ж ми попадаємо весь час в вторинність, ми весь час конфліктуємо всередині. І замість того, щоб захищатися від зовнішнього тиску, зверніть увагу, хто сьогодні в Україні не пред'явив претензії? Ну, майже ніхто із сусідів. Тобто всі пред'являють якісь претензії. Чому пред'являють? Тому що вони відчувають слабость. А слабкість починається з внутрішніх комунікацій, з внутрішньої системи взаємодії, довіри. Тому ви хочете ось цю еліту научною, найбільш розумних людей з регіонів зібрати вокруг себе і попытатися змінити страну. Оскільки було вже зустрічей скрізь, кажуть, у нас є такі програми, у нас є такі люди, у нас є такі фахівці. Тоді питання, а чому ж все це не використовується? Задача дуже проста. Ну, може би, все-таки лідер нужен? Ні, відповідь навіть не тільки не стільки в лідері, скільки в тому, що між державою і суспільством відбувся розрив. Тобто держава існує сама для себе, суспільство існує саме для себе. Ви попитаєтесь їх зв'язати? Задача дуже проста. Через систему перезаснування зробити таким чином, щоб держава через свої інститути служила. А людина розуміла потреби у державі. Людина приходила в виконком, в мерію, в поліцію, і на неї не гіркали. І вона не боялася туди. Точно так, як і в суд. Зверніть увагу. Люди наші продовжують думати, що суд – це каральна установа. Тобто він їх не захищає, а він на них нападає. У нас на все дивляться. На прокурора, як на каральну установу, на суд, як на каральну установу. Навіть на місцеве самоврядування приходить і починають його там сходів перевіряти, шманати. Туди ти прийшов чи не туди? Роман Дмитриевич, по-моєму, зі времен Средневекові дійсно нічого в ментальності наше не змінилось. Ну, ви хочете опиратися, як ви говорите, на розум, на еліту. А, знаєте, поняття еліта за останні нескільки років дуже сильно змінилось. Що таке в вашому розуміні еліта? Знаєте, це ті люди, які, коли вони починають говорити, то всі замовкають. І їх слухають, і чують. О, це важливо. Важливо що? А коли ти чуєш, то ти себе чуєш, чуєш і поважаєш себе, поважаєш того, хто говорить. А коли говорять тихо і спокійно, є можливість домовлятися, є можливість виробляти якусь лінію поведінки спільно. І от розмова в Львові, Харкові, в Одесі, що вони показують? У нас є власне бачення ситуації, ми можемо спокійно обговорювати ці речі, а це значить, що ми можемо спільно виробляти нашу спільну лінію поведінки комфортно для всіх. Я ще раз на цьому наголошую, наше багатство і наше різноманіття – це речі, які нам конче необхідні. І на цьому треба будувати нашу конституцію, наші інститути влади, систему місцевого самоврядування і так далі. Тоді це буде сила. Тому що це той варіант, який дає можливість сформулювати відповідь на питання війни. Це є ті координати, які чітко дають зрозуміти, як сформувати відчуття безпеки для людини, а не постійної тривоги. Третє, це те, що я вам на початку казав, це можливість сформувати питання соціальної політики і довіри. Бо кожна людина розуміє, манна небесна не посиплеться. Але кожен день, коли система влади демонструє, що вона йде цією дорогою, що вона розуміє, що доходи такі, ціни такі, тому наші тарифи будуть ось такими. А коли воно без участі людини, без розуміння цих речей визначається, більше того, випереджуючими темпами йде зростання тарифів, а доходи відстають людей, от тоді весь час виникає оцей конфлікт. Тому сформувати інституційну відповідь на питання цифрів, тарифів є дуже легко. Ну і такі речі, які стосуються наступних питань, вибудування системи місцевого самоврядування, стосунків центру і регіонів, далі регіонів, бо в нас ще є проблема регіонів і місць. Зумієте, можна сформувати стосунки між Києвом і Одесою, але не менше важливі стосунки між Одесою, Южним, Коцюбинській і так далі. Тому що це теж проблема і не помічати її не можна. Давайте подивимося на Одеську область. Це три територіально самоізольовані структури. Це Одеса сама, це Одеська область, яка складається, по суті, з етнічних частин українців, і частина – це Молдовани, Румуни, Гагаузи і так далі. Так, ось це Бісарабія. І тут явна ситуація, що вона потребує і бюджетних певних рішень, і адміністративних рішень, і певних там речей, які б дозволили цим групам розвиватися і так далі. Тобто, мова йде про гармонізацію, по суті, через державні механізми місцевого самоврядування, взаємовідносин на певних територіях. І це дуже важливі речі, бо не можна переносити одні проблеми на інший рівень. Треба розв'язувати їх в прицілі на те, а що з цього буде людині, як вона буде себе відчувати. Ну, питання тільки, розумієте, як це можна, собственно говоря, реалізувати? От всі ті благі намерення в нинішній ситуації корумпірованій країни можна ли реалізувати? Тема, давайте так, і 10, і 15, і 20 років тому в цій країні не менше було корупції, але її темпи розвитку були іншими. Корупція – це наслідок. Наслідок чому? Наслідок певної економічної політики, соціальної політики, скажімо так, політики, яка пов'язана з стосунками центру регіони і так далі. Тому мова йде про інституційні зміни, які мінімізують корупційне навантаження. Бо ми створюємо сьогодні органи, які займаються боротьбою з корупцією, але я ще раз кажу, корупція – це наслідок чого? Олігархізація. Олігархізація – це наслідок монополізації. А монополізація – це наслідок відсутності контролю за процесом приватизації, неробства антимонопольного комітету. Чому це відбувається? Тому що абсолютно імпотентний фонд державного майна, антимонопольний комітет, розрив системи виконавчої влади і так далі. Відповіді, насправді, на проблеми, про які ми зараз говоримо, в інституційній організації держави. Там треба шукати відповіді. Тобто, поміняв державну систему, можна, власне говоря, решити цей комплекс проблем. Я б сказав так, мати шанс вплинути на поведінку людей, які будуть міняти цю ситуацію. Ну а теперь от вопросов большой политики давайте вернемся к нашим городским проблемам. Ежедневно тысячи одеситов і гостей города пользуються общественними маршрутними автобусами, однако состояние автотранспорта, по мнению экспертов і пассажирів, оставляє желати лучшого. В рамках всеукраинської отработки перевозчики, сотрудники патрульной полиції проводять профилактическі рейды. Очередной из них посвящен проверке маршрутних такси номер 115 и 124. Цель рейдов – выявление нарушений технического состояния общественного транспорта, оценка состояния здоровья водителей, а также соблюдение перевозчикам правил дорожного движения. В ходе проверок на улице Химической, где располагается конечная остановка маршрутных такси номер 115 и 124, были выявлены различные нарушения. Можете зараз предъявить нам посвященню водя, свідоцтво про регистрацію транспортного засобу, паспорт маршруту, частині схеми розкладу руху. Я прав зараз? Звіримо розклад руху ваш. Виявлено такі правопорушення, як встановлені на одній осі різних протекторів шин. І от відповідно за це на водії транспортних засобів було складено протокол за частиною 2 статті 121. І накладено відповідно стягнення в сумі 680 гривень. Дані транспортні засоби наразі знімаються з маршруту, і допоки не будуть внесені, так сказати, зміни в їх технічний стан, вони до маршруту не повинні допускатися. Інспекторы перевіряли також состояние пасажирського салона і аварийних виходов. Покажіть, чи працює у вас аварийний виход. Покажіть, чи працює, чи працює? А передні двери? Теже саме. За виявлені нарушення на водителі маршрутних автобусів були составлені протоколи о правонарушеннях і виписан штраф. А хто вас випускав з такими протекторами шин? Ви розумієте, що механік несе відповідальність за те, що випускає такий транспортний засіб на лінію? Зважаючи на це порушення, ми змушені будемо скласти, щодо вас постанову, і виписати вам штраф у розмірі 680 гривень. Самі водії реагують, звісно, на суму штрафів, тому що 680 гривень також це велика сума, але розумію, що порушують правила надання їхній технічний стан, відповідно не, так сказати, не дотримуються вимоги правил, норм і нормативів. Даними санкціями, отмечають правоохранители, організатори рейдів, хочуть заставити перевозчиків создати безпасні і комфортні условії для пассажирів. К сожалению, опыть показує, що одніми штрафами і рейдами проблему общественного транспорту в Одесі не решить. В розвитих европейських городах проблему перевозок решає не частний, а муниципальний транспорт – метро, трамваї і автобуси. Причем скоростні, комфортні і кондиціонірованні. Да, дорогі, але с учетом їх доходів і різних льгот для студентів і інших категорій, вполне доступні. В Одесі мэрия тож собирається йти по пути заміну маршруток, ну, по крайній мере, декларирує це. Але до Європи нам в цьому випадку ще дуже далеко. Впрочем, як і в інших випадках ЖКХ, Несмотря на все принятые законы і многочисленні уговори експертов, ми не слишком торопимся становитися хазяєвами в собственному домі. Причем не в фигуральному, а в полне прямому смыслі слова. Создавати объєднення жильців, обсуждати з монополистами тарифи, бороться за свої права собственників, наконец, і, оказывається, зря. В нашій студії сьогодні руководитель клуба председателей правлений ОСМД Города Одесы Лидія Ковальчук. Итак, Лидия Всеволодовна, вот уже прошло, по-моему, больше полутора месяцев, как вступил в силу новый закон о жилищно-коммунальных услугах. 10 июня, если я не ошибаюсь, мы обсуждали уже с вашими коллегами в студии введение в действие этого закона. Скажите, что изменилось для обывателя после вступления в силу вот этого нового закона? Ну, единственное, я все-таки откорректирую, мы не обыватели, мы граждане этого государства. С вашего позволения, и чем чаще мы это будем себе напоминать, тем лучше это будет для всех и для нас в том числе. И маленькая корректировка. Мы долго ждали 10 июня, и с большими-большими-большими надеждами. И буквально в канун 10 июня, 7 июня, вышел очередной новый закон, который несколько откорректировал сроки введения закона о жилищно-коммунальных услугах, который должен был весь вступить в силу 10 июня. И в результате этой корректировки закон вступил, вступил в силу. Но частично. Да, потому что некоторые говорят не совсем правильно и корректно о том, что он не вступил, что он перенесен на следующий год. Нет, он вступил в силу, но частично, совершенно правильно. Давайте разберемся, в какой части он работает, в какой еще нет. Напомним. Итак, это называется закон о жилищно-коммунальных услугах. Традиционно в нашем еще советском, постсоветском и сознании, и практике это было все вместе в комплексе. Жилищно-коммунальная услуга. Мы привыкли к такому словосочетанию. Новый закон разделил. Четко, жестко, последовательно разделил. Жилищную услуги? Жилищную в единственном числе услуги. Жилищную услугу. Это услуга на управление домом. А, это то самое, как мы, СДПТ, вот то, что... Ну, не к этому поговорим, если вы не будете возражать несколько позже. СДПТ туда входит. Оно там содержится. Но СДПТ как такового, услуги СДПТ нет. Уже нет, она уже исчезла. Так вот, жилищная услуга, это услуга на управление. Она единственная, управление многоквартирным домом. Вот так это называется полностью. Услуга на управление многоквартирным домом. Это жилищная услуга. А все остальное, это коммунальные услуги. Напомним себе. Это водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплопоставка и вывоз мусора, вывоз твердых бытовых отходов. То есть все то, что связано с поставщиками, другими поставщиками, можно сказать, монополистами, услуг фактически... Где-то монополисты, где-то нет, и как раз новый закон предполагает, что произойдет процесс демонополизации. Да, правда, не указывает, когда это произойдет. Не в том дело. Там процедурные моменты записаны. И вот в значительной мере из-за этого лобби, защищающий интересы так называемых монополистов, затормозило вступление закона в части, которая касается коммунальных услуг. И это та часть закона, которая вступит в силу с января 2019 года? Тем так, с января там будет промежуточный этап, но вот в полной мере закон в целом, в том числе коммунальные услуги, должны вступить 1 мая 2019 года. То есть практически год еще у нас, без малого года. Почти год, да, почти год, но тем не менее, мотивация этого, официальная мотивация, что не готова еще под законная нормативная база, что не готовы еще типовые договора, но они уже появляются, уже не в обсуждении как проекты. Поэтому этот год еще на то, чтобы подготовить все необходимые документальные материалы, чтобы закон заработал полную силу. Хорошо, давайте тогда остановимся на той части, которая уже вступила в силу, уже действует. Мы сейчас говорим об услуге по управлению дома, то есть та самая жилищная услуга. Что она включает в себя? Она включает комплекс. И вот этот комплекс, очень важно, чтобы мы понимали, что он не сводится только к содержанию дома и придомовой территории. Ну, вспомним, что значит содержание дома и придомовой территории, то, что мы привыкли, СДПТ. Лампочка в подъезде, там, двери, полив газона. В том числе, да, 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 но если говорить более-более-более так уже системно, это техническое содержание и техническое обслуживание дома, это и конструкции дома, это и лестничные пролеты, в каком оно состоянии, какое оно все есть. Это и все основные системы инженерные, это и водопровод, и канализация, это и, если центральное отопление, система центрального отопления, это электрика. То есть это все жизнеобеспечение дома, получается. Лифты, в конце концов, в высотных домах, да, а то, как-то мы больше говорим о центре города, а лифтовое хозяйство, это очень серьезная компонента. О, это большая проблема вообще в Одессе. Очень серьезная, да, да, в этом отношении тут много. И, конечно, придомовая территория, ее благоустройство, то же, что все было. Нет, вот техническое обслуживание включает именно благоустройство. А кроме технического обслуживания есть санитарное обслуживание. Вот это уборка, это, ну, не очень часто это делается, но оно должно делаться часто, это и дезинфекция, и дезинфекция, и диротизация, то есть санитария. Дом должен быть технически безопасным, да, вот наша задача, чтобы дом был в первую очередь безопасным, да. Ничто не валилось, не рушилось и так далее. Все функционировало, все было хорошо. Техническая безопасность и санитарная безопасность, да. Хорошо, давайте тогда определимся, кто отвечает за предоставление этих услуг, кто их оказывает, по сути, потому что у нас дома абсолютно разного направления, то есть у нас есть дома, в которых уже образованы ОСМД, у нас есть дома, где не образованы ОСМД, где есть управляющие компании. В данной ситуации разделения нет, и везде это одна и та же услуга. Все действия управителя могут осуществляться только по решению общего собрания со собственников дома. Независимо от того, ОСМД или не ОСМД. Любого управителя предоставление услуги, жилищной услуги, может осуществляться только по решению общего собрания. Совершенно верно. Вне зависимости от того, сформировано или не сформировано объединение. То есть, а если у нас не было этого собрания, а услуга оказывается незаконна? Нет, она незаконна. Совершенно верно. То есть мы за нее имеем право не платить? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но мы же заинтересованы, чтобы в доме было чисто. Прекрасно. Развешиваем на подъездах объявление, что такого-то числа в такое-то время состоится общее собрание со собственников дома. И принимаем решение. Нас устраивает тот, кто нас сейчас обслуживает. Как правило, это ЖКС. Чудово. Не мапытань. То есть они сейчас только называются управляющими компаниями? Они коммунальные предприятия, нет. КП ЖКС остается КП ЖКС. Управляющая компания у нас только одна. Она на поселке Котовского, Суворовский. Управляющая компания Суворовский. А все остальные наши традиционные КП ЖКС, они КП ЖКС. Но они имеют право оказывать услугу управления. Но для того, чтобы они ее оказывали, каждый дом должен заключить своим родным ЖКС, если он его устраивает, договор. Именно коллективный договор. Мне речь не идет об индивидуальном понятии. Дело в том, там типовой. Там типовой договор. Пока его проект, этого договора, но уже по нему можно работать, уже в качестве проекта можно его использовать. И самое главное, вот то, чего мы никогда не умели, не делали. Вот это и есть принципиальное новое, на чем я бы хотела акцентировать внимание. Надо уметь договариваться. Договор – это не догма. Договор – это предмет договора. Надо уметь договариваться. Обсуждение. Одна сторона заинтересована в одном, другая несколько в другом. Искать компромисс. Искать решение. Вот смотрите, Лидия Васильевна, я понимаю, что может сподвигнуть людей собрать собрание, потому что это затрата по времени, сил и так далее. Очень сложно даже инициативную группу собрать, не говоря уже обо всех жильцах. Мы уже говорили здесь об этом. Я понимаю, что людей может сподвигнуть обычно цифра в платежке. Когда они обнаруживают вдруг, что вот в графе, вот там, где раньше было вот это СДПТ, то есть вот это управляющие правления, управление, и цифра их начинает смущать. Вот тогда они собираются и начинают выяснять, а за что и кому мы платим. И почему это так? Потому что, ну, понятно, что просто так, ради чего-то, вот там, ради идеи, вряд ли кто-то соберется. Скажите мне, хорошо, цифру мы платили какое-то время, теперь мы собираем собрание, нас не устраивает эта цифра, мы вызываем представителей. Вот как дальше должен действовать механизм? Ну, во-первых, я бы очень просила всех нас постепенно уходить от понятия жильцы. Мы привыкли к этому. Мы собственники. Те, кто есть собственники, те собственники. Кто нет, арендаторы, наниматели, это уже другая история. Но мы собственники, мы отвечаем за свой дом. Поэтому, конечно, цифра в платежке, как вы говорите, это важно. Ну, или, возможно, неработающие лифты, или невыполнение обязательств. Но постепенно осознание, что дом, это не только квартира моя, потому что понятие квартиры очень условно. Все конструктивные элементы нашей квартиры, это не наша собственность, это общая совместная собственность. А наша, это воздух в этом помещении, ну, паркет, ну, да, потому что стена, она не моя и соседа. Даже если внутренняя стена, это все равно конструкция дома. Это все. Поэтому, поэтому насчет собственности тут тоже все. Мы должны осознать, что мы со-собственники многоквартирного дома. Мы за него несем ответственность. Если в доме что-то не так, то виноваты в том числе и мы. Поэтому мы должны... Да не в том числе, а в первую очередь мы. Что мы не ту, не того управителя пригласили, не проконтролировали, не то задание дали, и так далее. Окей, мы это осознали. У нас не работает месяц-лифт, у нас не убирается в парадных, мы вызываем на ковер, ну, во-первых, мы еще не вызываем на ковер, мы еще никого не вызываем. У нас нет договора, у нас нет оснований для вызова. То есть мы должны собрать собрание дальше. Это не обязательно должна быть какая-то огромная инициативная группа. Вот посетовали друг другу, что не нравится, что происходит, а давай-ка попробуем собрать. Вас никто не обязывает стремиться к абсолюту и стопроцентному присутствию всех сособственников. Вот мы сделали такое объявление. Вот мы с соседкой решили, допустим, сделаем такое объявление. Выбрали удобное для нас время, мы предполагаем, что, допустим, в воскресенье, в 12 часов дня уже все проснулись, и не все разъехались. И это реально, предположим. Во дворе для начала, это не лучшее для общего собрания, но не все сразу. Первый раз во дворе. И мы обсуждаем, что мы хотим, чтобы в нашем доме происходило, как мы хотим, чтобы это было. Предположим, возьмем лучший вариант, нас соу-соуну устраивает, каким образом ЖКС обслуживает наш дом. Предположим, да? Мы никого другого не видим пока, мы не знаем, мы такие пассивные, что мы не хотим кого-то искать, но мы хотим войти в законодательное поле, мы хотим быть дисциплинированными гражданами этого государства, и мы хотим, наконец, контролировать ту услугу. Это важно. Это тоже важная мотивация. Коль мы платим деньги, если не мало, то мы хотим контролировать. Не просто знать, но мы хотим контролировать. Мы, во-первых, должны сами поставить задачу, а не принимать то, что перед фактом наставят, а во-вторых, мы должны контролировать. Сколько людей для общего собрания нужно, если в доме, предположим, 100 квартир? Нет, а квартира – это не определитель. У каждой квартиры может быть один собственник, у каждой квартиры может быть энное количество со-собственников. Поэтому идеальный вариант, чтобы было более половины со-собственников дома. Но, но, так как мы говорим сейчас о любом многоквартирном доме, это не обязательно, мы сейчас пока оставляем за скобку понятие СМД, потому что там свой специальный закон и там свои правила. Вот все, что касается всех домов, в том числе СМД, прописано в 417 законе. Это законы в особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме. Так вот, по закону, конечно, нам нужно, чтобы было более 50 и одного голоса, да, а на серьезные вопросы, вопросы финансовые, нам нужно и 75% не со-собственников, а площадей, потому что у каждого со-собственника разная площадь, суммируются площади. Но мы говорим, когда уже какой-то процесс организации пойдет. А я упомянула сначала, вот самое первое собрание, самое первое, мы еще ничего особенно не знаем, мы хотим встретиться и подумать, что нам делать со своим домом. То есть для этого достаточно, например, чтобы собралось, грубо говоря, 20 человек, наиболее активных людей. И подумали, что делать. На это собрание уже, собственно говоря, можно приглашать представителей управляющей компании, просить у него договор, проект договора, который они теоретически должны с нами подписать, предоставить, и уже обсуждать этот договор. Совершенно верно. Если в том случае, если он нас, предположим, не устраивает, мы предлагаем свой вариант. Предлагать свои корректировки. Вопрос в другом. Мы предлагаем от лица этих 20 человек, либо мы должны взять общее какое-то письмо, и собрать подписи остальных жильцов. Есть процедура письменного опроса. Она совершенно не исключает. Мало ли кто, а кто-то из собственников находится вообще вне пределов Одессы, но на электронной связи. Поэтому это можно все делать и в электронном варианте. Это все посильно, было бы желание. А это желание появляется, когда появляется понимание, что это надо делать. Причем не просто договор. Договор можно просто посмотреть на сайте Минрегиона, проект договора на управление домом, он типовой. Пока это проект, но уже, повторяю, с ним можно работать. Нам не обязательно, чтобы ЖКС нам приносил. Наоборот, лучше... А не все действуют именно по типовому договору. А не обязаны действовать. Действовать именно в рамках типового договора. Поэтому лучше не ждать, что вам принесут, а посмотреть самому, что есть, и потом сравнить с тем, что вам принесут. На самом деле, на самом деле нам с вами посчастливилось жить в одном из лучших городов на планете, потому как, несмотря на все бытовые негоразды Одесса, была и остается Одесса. Городом с неповторимым языком и колоритом. Своей историей и двориками, на Молдаванке, ради которых и едут сюда миллионы туристов. Об одном таком дворике на улице Утесовой, 14, снял свой фильм киевский режиссер-документалист Игорь Малахов. Да, премьерный показ фильма состоялся в Одессе в рамках фестиваля «Зеленая волна» на прошлой неделе, а сегодня Игорь Малахов гость нашей студии. Но вначале давайте посмотрим короткий трейлер фильма «Одесса. Утесово-14». Меня зовут Мила. Я родилась в этом доме. Меня не зовут, я сама прихожу, потому что мое имя – Любовь. Я живу здесь не с рождения, а с года. До 25 лет я здесь прожила. Это моя квартира здесь живу, это мой дом. Я здесь родился. Я живу в этом дворе с самого детства. Я по национальности одесситка. Сусанна Евгеньевна Кузнецова, миссис Смит. Сколько тебе лет? Два. Два годика. Двор хорошее, да. Соседи хорошие будут, хорошие. Я инженер-механик. Я закончила Одесский институт инженера морского флота. Я кораблестроитель. Считаю, что дворник – это алкоголь. Конченый человек. На самом деле, это не так. У меня два высших образования. Мое сердце и мой мозг принадлежат бухучету. Такие женщины на улице не валяются. Раньше я хотела вообще полететь на Луну, там такое, когда была маленькая. Сейчас я мечтаю открыть какой-то свой бизнес. Еще хотела быть парикмахерем, там быть главной. Сейчас я даю стопки, чеколка. У вас. Это иврийский район. Дома 200 лет. И мы все время пытались в эту катакомбу как-то проникнуть. Я приезжала раньше утром, здесь уже толпа. Самое главное событие, которое происходило, происходит в этом дворе, это момент, когда начинала цвести акация. И все благоухало. Восемьдесят шесть. Не дождет. Мы все уважаем друг друга. Я не говорю, любим, потому что любить нельзя каждого. Не в воде и не на солнце. Для меня погода тогда хороша, когда идет дождь. И я смотрю, что все бегут. Подъехала Серая Победа. А это приехал Утесов своей дочерью, Эдит. Он зашел во двор, как его принимали люди. Доброму споем нашу любимую двору. Аплодисменты вам, дорогие одесситы. Самое главное, что вы поете. И вы живете в этой одессе, как и мы все. Спасибо вам. Будет или не будет, вот это вопрос. Фильмы на одесскую тематику снимают много. Но вот документальных, причем таких, которые бы понравились одесситам, которые были бы достаточно искренни, вот я довольно давно не видела. Поэтому вот давайте начнем сначала. Что заставило вас, и вообще как получилось, что вы попали вот в этот двор на Утесово-14? Я привез на Одесский фестиваль пару лет назад маленькое кино. Вот. И какие-то товарищи позвали меня, вот интересуясь, и мною в этот двор поговорить о каком-то потенциальном проекте. Вот я провел в этом дворе полдня, рассмотрел людей, послушал разговоры, увидел детей, увидел отношения. И я понял это кино. Вот так. То есть вот типажи были настолько колоритными. Я удивился. Я увидел то, что было в моем детстве в Киеве на Бессарабке. В смысле отношения? Или людей такие? Я увидел образ жизни. Такой, которого не стало уже в Киеве. Я узнал свое детство. Я узнал вот что-то, что-то родное такое вот, что время вымывает. Ну, например, рассказываю. Бегает ребенок, играет в войнушку, выходит мама с тарелкой каши и вставляет двухлетнему, трехлетнему ребенку ложечку каши в рот, он проглатывает, бегает, жует. Боря, иди сюда, где я тебя покажу. Да, да, да. Да, примерно так. Это было в моем детстве. У меня был плохой аппетит, и мама выносила тарелку чего-то там. Хоть немножко, но покормить. И пока я бегал с детьми, она кормила, пока я был увлечен. Ну, в вашем фильме действительно вообще потрясающий героиня. Такое ощущение, знаете, что даже многие одесситы не знают и не помнят о Одессе. Ну, не всем повезло, в общем-то, родиться, скажем так, в той Одессе, которую вы сняли, то есть на Молдаванке. Там не закрывают двери, там все друг друга знают, там, как говорится, делают общие столы. Но здесь еще у вас, просто вам повезло на уникальных женщин, уникальных героинь. Они вообще одна поэтесса, вторая историк. Ну, я не знаю, кто они по образованию, но они читают стихи. Они настолько настоящие. Это настоящие, удивительные одесские люди. А вот скажите, они есть везде или вот это такая уходящая натура? Ну, мне кажется. На ваш взгляд, Киевлянина в Одессе? Мне повезло, наверное, очень сильно, что я пришел в эту среду и, как в Одессе бывает, пока вы пьете чай, кто-то там из соседей услышал и пришел попить чайку с вами, следующего позвал, кто-то включился, кто-то выключился из этого разговора. Вот так. Я увидел удивительную соседскую общину. Я историк, и я знаю, как это называется. И эта соседская община при капитализме диком она растворяется, она вымывается. Начинаются понты, деньги, заносчивость. А люди, которые прожили десятки лет, вот, относясь по-человечески, с вниманием, с открытым сердцем друг к другу, вот они и продолжают учить детей. Дети подхватывают это. Да, дети тоже. Теперь о героинях. Мои замечательные героини и герои фильма. Потому что в фильме снялось, наверное, более 20 человек. Но, в принципе, ключевые фигуры, вот там, да, вот три женщины. Рубочка, Нила и Лора, это действительно, мне очень повезло. Много лет проживших в этом дворе, там, по 40 лет. в этом дворе кто-то родился здесь, кто-то пришел там ребенком в этот двор и подхватил. А напротив родился Утесово. И вот о том, везде ли это или не везде, двор Утесово, это музей. Это заполированный ларец. Меларец. там нет, ну там есть какие-то люди, которые живут, но они живут в музее. И это уже не тот образ жизни. Там, не вывольтешь, не сделаешь костер в Адваре. Ну да, рыбу не пожаришь, как говорится. Рыбу не пожаришь, как говорится, не споешь песню. Спить можно, но все равно это уже несколько театрально. А вот духа нет, получается, да? А вот на ваш взгляд, вот много ли одесситов вот того плана, о которых вы снимали, сохранилось сегодня в Одессе? Потому что одесситы говорят вообще, уже нет у Одессы. Вот даже, кстати, ваши героини говорят, когда евреи уехали, уже Одессы не стали. Ну мне кажется, одесситы, даже уехавшие, транслируют Одессу, как Жаванецкий, из мегаполисов, из Нью-Йорков. Они транслируют и речь, и образ мыслей, и способ юмора, все что угодно. Мне кажется, в этом смысле, ну конечно же, все вымывается немножко. Поэтому мы сняли фильм. Нам очень хотелось зафиксировать уходящее что-то. Это «Золотая миля». Этому дому 200 лет. Он разваливается. То есть через 20 лет может не быть ни дома, ни таких одесситов. Кто-то придет с умой денег. Построит что-нибудь. каждую коммуналку, каждую квартиру за копейки и построит там одесский небоскреб без девяти этажей. Ну, к сожалению, да, мы этот процесс наблюдаем уже не первый год. Просто в округу уже начинают быть такие дома, такие вот, где люди не будут знать соседа по площадке. Такое происходит постоянно. Это же на каждом шагу вот в мегаполисах. Будут с некоторыми здороваться, на всех остальных не будут обращать внимание. Этот образ жизни вот общинный, теплый, Кому он интересен сегодня? Я имею в качестве зрителя. Этот фильм интересен, я думаю, очень многим людям. Во-первых, людям старшего поколения они узнают свой образ жизни. Потому что это было везде. Людям молодого поколения будет интересно рассматривать, потому что их мамы такого же возраста. Уже как историческую анатуру. Как это было? Они будут смотреть еще на этих детей, которые Лундика смотрят. Дети тоже очень много унаследовали. И при этом цитируют Гамлета. Да, да, да. Буты чины буты. Буты чины буты. Украинскую мову, а дальше идет русский суржик. Да, вообще. Вот видите. Очень интересно, да. Он же где-то это увидел из телевизора. Да, действительно. Дети транслируют такие вещи очень необычные. Ушел по радио, потому что... А где он? Мы с вами помним прекрасно советскую постановку Гамлета. Конечно. С Мактуновским. Вот быть или не быть, вот в чем вопрос. А на украинском языке я, конечно, вообще была шокирована, когда услышала из уст четырехлетнего или пятилетнего мальчика. Нет, дети у вас совершенно потрясающие, они абсолютно непосредственные. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот в этом фильме есть много моментов, которые у меня вызвали какой-то вот интерес, кроме как у журналистов, еще все-таки историка по образованию. Во-первых, там есть архивные кадры. Причем, одни из них, что касается еврейских погромов 18-го года, это вообще шокирующие кадры. Вот я ничего подобного. Могу рассказать? Где, откуда вообще? Я историк по первому образованию, и когда я поступил во ВГИК в 93-м году, мы все, может, мое поколение, по крайней мере, помнят, что Горбачев в 91-м году сказал, ребята, рассекречиваем все лежащее в свецхранах несекретных архивов. Я об этом, как историк, запомнил, и поступивши во ВГИК, я поехал посмотреть, а что рассекретили. Я вдруг увидел, да, у них появился новый шкафчик с карточками, как в библиотеке, где было написано рассекреченный спецхрон. И там лежали пленки, а я начал собирать материал для своего первого большого фильма «Своя доля. Сон». Это в какие годы были? Это был 93-95 год. Это еще в московских архивах КГБ еще поработали? Нет, нет, это был Красногорский архив и на фотодокументы. Ух ты. Да. Я тогда же купил эту пленку. Эта пленка, конечно же, известна очень многим людям. В фильмах Хароднянского мелькает какой-то кадр, в фильмах Буковского мелькает кадр, в русском кино я видел еще вот что-то выгодрованное из этой пленки. Может быть, маленькие кадры, но там минуты 4-5, больше даже. Эта пленка длиной 8 минут. Я из нее, конечно, вынул и самое страшное, и самое неинтересное, и самое засвеченное, но у многих людей, снимающих в том числе на еврейскую проблематику фильма и тематику, как Роднянский, вот касается этой темы, периодички, у них не хватало духу, не было прямого повода показать большим куском. Но когда мы говорим о первых еврейских погромах в Одессе, стоя рядом с мемориалом Кишиневскому погрому, первому, бывшему, в 1905 году, это самый страшный погром, с которого начинается волна, которая не утихала и всю гражданскую войну, десятки лет продолжаю это явление. У меня был повод показать эту пленку практически полностью, большой фрагмент. Я думаю, что для многих и краеведов, и историков это будет вообще какое-то неоценимое. И в Владимирском фильме это имеет право быть, потому что об этом рассказывают люди этой национальности. Они рассказывают о бабушках, о дедушках, о своих корнях. Они рассказывают о себе, они знают это, но они никогда не видели это пленка полностью, никогда. Большей частью не было показано. Вынимался один кадр страшный, показывался, и все. Люди боятся. И вообще вот современное и телевидение, и кино, мне кажется, немножко похоже на массаж. На массаж? Убаюкивают тебя, делают тебя комфортно, Массажи тоже разные бывают. Да, да. Так, расслабляющий массаж. Расслабляющий, такой, оптимизирующий массаж. Документалистика имеет право и на жесткие высказывания, шокирующие высказывания, когда смешно, а потом страшно. Это право берет на себя документалистика. Игорь, но для того, чтобы показать это, нужно это немножко пропустить через себя, даже, наверное, не немножко, а полностью пропустить через себя. Скажите, у вас есть в вашем генеалогическом древе какие-то одесские корни? Вообще, вот почему именно Конечно, я отношу себя к адресинам всех стран. Моя бабушка родом из маленького городка Бирзула. Ну, ничего себе, маленький нынешний Катос, уже недавно нынешний Подольск. Да, недавно Катос, нынешний Подольск. Во время, перед гражданской войной, их семья переехала в Одессу. И бабушкин брат, дядя Петя, Гриценко, прожил здесь всю жизнь, а бабушка каждое лето посещала. Моя бабушка закончила вторую женскую гимназию. Мало того, я герой моего фильма, да, дети пошли в 26-ю школу на 1 сентября и выйдя из нее, уже отсняв весь эпизод, я увидел мемориальную доску, охранную доску, где написано бывшая вторая женская гимназия города Одессы. То есть, вы, сам я того не знаю, вернулись к собственным корням, получается. Я вернулся туда, где была моя бабушка, но самое интересное, аккумулятор в нашей камере уже сел. Я не смог зафиксировать этот момент. Вот обидно. Вот бывает. Вот вы говорите. Вот оно тянуло. Вот вам техника называется. А сколько по времени заняла самосъемка? Сколько долго вы... Мы прожили неделю в этом дворе, 5 дней мы снимали. Да, я думаю, что за это время, судя по премьерному показу, не просто подружились, вы стали почти родственниками. А вот Одесса такой город, он либо принимает тебя и открывает тебе все, либо не принимает и остается прохладной, холодной, вежливой при этом. Игорь, ну теперь скажите, самое главное, понимая, что мы так разрекламировали ваш фильм, где его одесситы смогут посмотреть. Я надеюсь привести фильм Одесса-Утесова-14 на день города и показать опять Одесситам. В этом году? В этом году. В этом году. Я надеюсь, что у меня служится. Потом мы собираемся объехать лучшие фестивали мира, а потом те, кто не смог попасть ни накануне, ни сможет в день города посмотреть, я думаю, сможет посмотреть в кинотеатре. И последний вопрос, есть ли у вас в задумках продолжение фильма? Возможно, в Одессе сохранились другие дворы, которые вас привлекают как-то с другой тематой? Ну, я боюсь. Я никогда не возвращаюсь именно вот в ту же тему. Нет, в этот же двор не нужно. Конечно, Одесса настолько удивительный город. Здесь столько поводов. Одесса – родина русской литературы 20 века, не правда ли? Одесса… Таки да, как говорят у нас в Одессе. Одесса – родина мировой музыки во многом. Не зря столярский открывал школу. Здесь столько поводов придумывать кино, связанного с Одессой, с одесской литературой, с литературой, растущей отсюда. Я вернусь в конюшище. Это лучше видно глазами одесситов или глазами приезжего человека? Глазами пришлого человека, который очень внимательно слушает, смотрит, относится к вашему прекрасному городу. Я полюбил этот город, хотя я в нем всего-то третий раз в жизни. Вот видите, а казалось бы, действительно, если смотреть фильм, можно подумать, что вы здесь практически родились. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе и в Украине. У меня на сегодня все новости. С вами была Елена Астрахович. Увидимся в конце августа. Удачи и здоровья всем вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова